привет меня зовут елена и вы на моем канале сегодня настраивала камеру и решила полепить а потом что там получилось и я смонтировал это видео и решила выложить его на свой канал я взяла красный гель пластилин до этого я нанесла серую подложку гель-лак или точнее гель-краску и как всегда покрыла матовым топом начинаю лепить выложил небольшой шарик помогая себе силиконовой кисточкой и потом уже выглаживаю поверхность кисточкой смоченной жидкость несетия лака стараюсь чтобы у основании она была сильно притоптано и уже кончику лепесточка выглаживаю то что у меня в голове люблю я медленно где-то на эту точку меня ушло мне кажется минут 20-25 я не ускоряла видео просто вырезала некоторые моменты для тех кто хочет научиться лепить мне кажется самый оптимальный способ когда они ускоренное видео поэтому я решила что впредь мои будут видео не ускоренные кому это слишком скучно или ставьте на большую скорость или перематываете я продолжаю лепить я буду любить еще на 10-15 где нигде подтягиваю кончик где нигде приподнимаю лепесток прежде чем что-то делать дальше всегда смотрю со всех сторон что мне нравится что нет мне лепка очень нравится и я могу часами сидите лепить иногда даже не замечаю время и если признаться никогда не знаю чего будет в конце теперь я взяла конусную стразинку большую положила ее так на ботёк прикрепила ее гелем желе от бьюти люкс и этим же гелем желе после просушки убираю все эти проплешины между между келем и подложкой фоном что потом если вы при носке то не затекла вода и ни в коем случае не образовался грибок то что меня там гелем натекло я промазываю чистой кисточкой потом хорошо это все просушиваю где-то одну минуту и приступаю к работе дальше я не думаю что у меня получится маг в голове у меня был какой-то такой фантазийный цветочек но потом как я смотрю на то что у меня получилось похоже все-таки больше на маг взяла шарик чуть побольше сначала силиконовой кисточкой притаптываю его более к фону чтобы он потом при носке не слетел с ноготка лепесточки стараюсь делать все разные я люблю когда цветочки не ранее одинаковые именно все разного размера разной ширины и потом уже кисточкой смоченной жидкости выглаживаю то что я надумала первый лепесток я хотела вытянуть более такой длинный конусообразный а второй более такой плоский и кругленький если вы при лепке делаете бортик то он я бы порекомендовала все-таки код его положить в моем случае я положила сейчас на левую сторону правый бортик которая именно этого лепесточка я его оставила но это и по задумке но вообще чтобы бортики не торчали его нужно куда-то положить налево направо не важно потому что когда бортик стоит он такой дает такую это грубость мне кажется но по задумке этот бортик должен быть стоячим потому что это второй лепесток но между середине этого лепесточка бортик я решила положить на левую сторону и таким макаром получается как будто листочек лежит друг на друга потом приподнимаю какую-то в этом случае торцовый лепесток приподнимаю его чуть-чуть смотрю что-то не было слишком подъемно приглаживаю кисточкой больше и уже когда мне нравится просушиваю планки буквально 15 секунд теперь я нанесла себе чуть водички промокнула кисть в воде беру маленький шарик также смачиваю свой пальчик и начинаю выкладывать лепесток как я это делала в розах который 3d и этот лепесток я кладу на стразинку которая конусная и так как там остался липкий слой этот гель пластилин хорошо прилипнет тут конечно уже более такая сложная послать тематика но самое главное прикрепить лепесточек вот к этому геля она там скользит чуть-чуть но самое главное уделить там больше времени и все прилипнет когда у меня все прилипло я начинаю формировать цветочек лепесточек стараюсь сильно не тянуть иначе она слезет теперь я беру колбаску как будет легче просто ее распределить чем шарик и опять же помогая силиконовой кисточкой выглаживаем сначала приминаю к фону чтобы лепесточек хорошо присоединился также понимаю для себя где будут такие лепесточки разделяем эти стороны делаю какие-то границы чтобы было понятнее где лепесток где нет тут я делаю маленький бортик пока работаю силиконовой кисточкой вот я делаю бортик и решила положить его на левую сторону иногда если силиконовая кисточка прилипает к пластилину я ее смачиваю жидкости снятия лака и вот уже крайне получается крайняя сторона это тоже отдельный лепесток и я решила серединный лепесток положить на крайнюю сторону также самое приминаю и просто бортик лошадь направо таким самым получается бортики не такие грубые потому что они лежат и вы видите уже бортик не с торца как бы сверху и получается не так грубовато сильно тонким мы естественно не можем сделать окончание лепестка иначе он будет ломаться при носке поэтому мне кажется легче положить его и он не будет смотреться там грубо пока она сохнет лампе я беру еще один такой лепесточек колбаску который я уже делала также смочила палец водички смочила кисточку водички выминаю лепесток не сильно тонкий потому что я потом буду доглаживать его уж на цветочки тут тоже самое главное чтобы лепесток прилип хорошо к основанию этому нужно уделить прям хорошее количество времени чтобы все прям было прилеплено к основанию когда уже все прилепило я беру кисточку и уже вылепливаю из этого кусочка лепесточек делаю загнутую поверхность если кисть прилипает смачиваю ее в жидкость для снятия лака без лацетона просушиваю все это в лампе и приступаю к последнему лепесточку я взяла колбаску но можно сделать также лепесточек и на пальчик как я уже показывала там вот просто проще сделать последний лепесток ну так я этого уже умею выглазить из колбаски лепесток я решила сделать так на весу сначала проминаю силиконовой кисточкой к основанию цветочка приминаю его на тени меня смотрю что не сильно мяло и иногда или части подтягиваю снизу что пластилин ни в коем случае не прилип к основанию теперь беру кисточку и начинаю рассказывать мой лепесточек делаю это и снизу и сверху тем самым я вытягиваю пластилин делаю более тонким и и ну и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь я взяла бордовый цвет и буквально у основания промазываю и вот под лепесточками промазываю этой краской Почему я беру краску, а не гайлак, потому что краска более пигментирована, мне кажется от нее просто больше толку Хотела бы объяснить более подробно про растушевку Мы ни в коем случае не растягиваем цвет на весь лепесток Мы просто кистью смоченную в топе делаем растяжку Но цвет как он был, так он там и остается На сам лепесток мы не заходим Просто если зайти прямо на весь этот лепесток, получится как разукрашка А нам нужно сделать просто небольшое затемнение И если после просушки где-нибудь блестит, можно пройтись опять топом Матовым топом по этим местам Теперь я взяла зеленый цвет Не стала его смешивать с другим Я обычно делаю такой болотный зеленый цвет Не стала его смешивать, так как я хочу его потом покрасить Опять же сначала беру силиконовую кисточку Здесь у меня часто кисть прилипает И поэтому я окунаю ее прямо в стаканчик, где у меня налито жидкость для снятия лака И прямо вот этим мокреньким давлю Иначе кисть прилипает Хотела именно сделать прожилки Потом уже беру кисть смоченную опять же в этой жидкости И вот выкладываю лепесток Вам на видео видно прям огроменный лепесточек Но поверьте мне, я вижу не так близко И таких мелочей, как я вижу сейчас при озвучке Я при работе не вижу У меня лупы нет в глазах Теперь я подумала, а высветлить Взяла белую краску и решила высветлить На видео такое ощущение, что перебор Но в жизни это получилось очень даже симпатично Никакого перебора нету И вот эти высветленные цветочки, лепесточки Смотрятся просто оригинально и шикарно Поэтому высветлять можно Но естественно не по всему цветочку Только те лепестки, которые более ближе к возвышенности Музыка 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 Теперь я делаю третий лепесток Мне кажется, на клиенте будет неудобно полепить То, что он слишком близко к кутикуле Но на Типс я решила все-таки его сделать Оно как-то дает такой окончательный результат После того, как я сделала все лепесточки Я просушиваю опять одна минута в лампе И на приступаю к окрашиванию лепесточков Беру такую неоново-зеленую красочку Такая поле пастельно-неоновая И прокрашиваю буквально кончики лепесточков Потом промываю хорошо кисть Макаю ее в матовом топе И делаю небольшую растушевку Буквально, чтобы растушевать границу Больше там ничего не нужно Потом можно, если все-таки краска блестит После просушки опять намазать ее матовым топом И она не будет блестеть И также в начало лепесточка В основании я положила тот же бордовый цвет Что и у цветочка Во-первых, это будет как-то более все в одной композиции А во-вторых, как-то затемнить этот непонятный зеленый цвет я хотела И также промываю кисточку Макаю ее в топе И делаю небольшую растушевочку Макаю ее в топе Добавила бульонки В матовом, в глянцевом топе И буквально добавила в мою композицию И мой цветочек готов На этом все Спасибо за просмотр Подписывайтесь на мой канал Оставляйте ваши комментарии Всегда читаю их с удовольствием До скорых встреч, девчонки Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok